Это кафе на территории Бирюзовой Катуни работает уже пятый год. Зайти на особо экономическую зону, рассказывают его владельцы, было непросто. Управляющая компания, то есть руководство туристско-рекреационной зоны, поставила условия. Кафе построить можете, но при этом обязательно сохраните на участке все деревья. Их не только сберегли, но и оригинальным образом обыграли. Для этого разработали и утвердили специальный проект. Осенью 2014 года мы подготовили проект, подготовили все документы, в том числе с самой Бирюзовой Катунью. Собрали все подписи и к лету 2015 года у нас уже стояло наше заведение. Деревья внутри заведения как элемент интерьера. По мнению отдыхающих, такое решение своеобразная изюминка не только кафе, но и всего туркомплекса. Я считаю, чтобы они все-таки были с деревьями. Какое-то природное кафе тогда получается. Какое-то чувство природы, что ли. По моему мнению, конечно, лучше с деревьями. Тем более, как бы здесь, в Горном Алтае, на Бирюзовой Катуни. То есть, получается, здесь природа, ассоциируется все с деревьями. Ну, конечно, это плюс. Однако, величественные сосны рискуют пойти под спил. Руководство Бирюзовой Катуни считает, что из-за деревьев кафе небезопасно для посетителей. Управляющая компания особой экономической зоны даже обратилась в суд с требованием снести объект общепита. Те самые деревья, которыми так недоволен истец, он считает, что они могут нести угрозу жизни и здоровью окружающим. В них может попасть молния или они просто-напросто упадут. Максим Манохин недоумевает. ЧАЭС природного характера за время работы заведения не было ни разу. А если какой ураган и случится, то он может повалить деревья не только на его участке, но и на других. Риск падения любого из деревьев турзоны подтвердила и специальная лесопатологическая экспертиза. Негативные последствия можно отнести ко всей территории туристско-рекреационного типа Бирюзовая Катуни. Все эти риски падения или сломленных вершин зависят от комплекса факторов. Как выяснилось, к арендаторам других участков претензий нет, а здесь могут спилить здоровые деревья. Просверливали деревья, проверяли их на наличие паразитов. Дерево абсолютно здорово, не повреждено. Никаких ни саморезов, ни шурупов, ни гвоздей в нем нет. По мнению Максима, руководство Бирюзова не столько беспокоится о безопасности отдыхающих, сколько идет на непонятный принцип. Так, ранее администрация подала иск, чтобы признать кафе самовольной постройкой и в итоге снести его. Дело еще рассматривается. И сейчас, после всех уточнений, камнем преткновения стали деревья. По ним тяжба длится уже год и совсем недавно проблема возникла из-за воды. В этом сезоне нам просто не дали подключения, ссылаясь на то, что идут суды и мы не имеем права вам дать воду, так как у вас незаконное строительство. Почему администрация турзоны так упорно добивается сноса кафе? В чем, по ее мнению, выражаются признаки самовольной постройки? С этими и другими вопросами мы обратились за комментарием к руководству комплекса. Общаться на камеру с нами не пожелали, ответив письменно. Суть письма сводится к следующему. Здание построено с нарушением установленного порядка оформления разрешительных технических документов в отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок с нарушением градостроительных, строительных и противопожарных норм и правил. Правда, каких-либо документов, подтверждающих такой вывод, к ответу не прилагается. В то же время у владельцев кафе на руках и договор аренды на земельный участок и договор субаренды. Оба подписаны администрацией Бирюзовой. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов, которые, как выяснилось, на самом деле имеются, отказано кафе и в подаче воды. Кстати, разбираясь в этом вопросе, возник другой интересный нюанс. Он касается скважины, в которой распоряжается Бирюзовая Катунь. А это та самая скважина, которая питает водой всю Бирюзовую Катунь. Резиденты исправно платят по тарифам за воду, но, как выяснилось, по документам ее вообще не существует. Точнее, нет лицензии на пользование недрами Бирюзовой. Это подтверждает выписка из единого реестра юрлиц налоговой службы. Более того, нет туркомплекса и в перечне регулируемых организаций, которые вправе обеспечивать в крае холодное водоснабжение. Выходит, администрация турзоны пользуется и передает воду незаконно, без утвержденных тарифов? В этом вопросе предстоит разобраться уже компетентным органам. Что касается спора между двумя хозяйствующими субъектами, скорее всего, он разрешится не скоро. А понести расходы в итоге могут обе стороны. На руках у Красного Камня имеется соглашение инвестиционное, которое позволяет в случае удовлетворения тех требований, которые заявлены со стороны Бирюзовой Катуньи, взыскать непосредственно с Бирюзовой Катуньи сумму стоимости рыночной – это 10 миллионов рублей. Это было в соглашении в 2015 году. В этом году все описано. То есть вот именно это сооружение кафе «Бочкари» оценено было двумя сторонами в размере 10 миллионов. Какую цель на самом деле преследует администрация Бирюзовой, развязав тяжбу с одним из своих резидентов, можем только предполагать. Но мы будем следить за развитием ситуации. Следующее заседание в арбитражном суде состоится 10 августа. Никита Ермаков, Алексей Фрезин, Александр Андропов. День с толком. День с толком.